ну что всем привет всем привет дорогие друзья сегодня у нас первый урок в 5779 году первый урок нового года мы заканчиваем 15 главу пол книги читайте прошли пол книги мишли почти и значит все ждем кто у нас первый появится сегодня в нашем виртуальном бейт мидраше бейт мидраше дом учения или как говорят наши мусульманские братья медреса медреса медраше у них медреса да это у них училище медреса то есть медража где они учат и кстати они учат многое многие вещи которые авраам агину он передал и шмаэль он же тоже его обучал торе и он у меня был кстати в на рожа жена читают кусочек я пока так пока все собираются я расскажу там буквально два слова что не к мишле относится читают отрывки на рожа жена в торе из разные такие моменты до 1 как там сара что бог сказал что будет сын у нее и так далее там есть момент что сказал бог а авраам сара сказала чтобы он выгнал агарь и шмаэля и написано и это было очень плохо в глазах авраама но бог ему сказал не бойся говорит то есть то что тебе кажется что будет плохо это неплохо я из него сделал большой народ и он тогда побежал и выгнал то есть у него была у него была как бы чек боится да даже авраам он боялся а как будет бог бог говорит то что ты видишь что будет плохо это вообще не факт то что ты думаешь о будущем ничего ты не знаешь ну то есть это все твои предположения вот такая у меня была сегодня идея что даже авраам не знал будущего но когда бог ему сказал не бойся все будет хорошо он спокойно выслал и даже да и даже ей ничего с собой не дал дал воды чуть-чуть и хлеба все он говорит все я полагаюсь на бога бог сказал что будет хорошо все видите хорошо всех с праздником сначала сначала 5179 года и сейчас у нас идет 10 дней раскаяния не называется 10 дней когда можно то что называется изменить приговор но чтобы было понятно вообще о чем идет речь то приговор это не то что бог сидит там и приговор дает как как же тебя судить там например вот вадим исаев или займан-зальман как же тебя судить как что же тебе какой приговор дать вообще то есть бог он просто проводит срез как бы да по твоему мышлению по мышлению каждого из нас он прям проводит срез такой как сканер такой мрт и ты сам себе делаешь суд то есть ты сам как бы вы выстраиваешь то что с тобой будет не то что он одного лучше суде другого хуже там нет нет у каждого из нас уже все внутри есть есть способы мышления есть цели есть планы есть действия которые человек сделал да это все внутри находится и она взаимодействует друг с другом но тут очень интересно на этом взаимодействии было у меня на этот рост на тоже был один момент что я случайно абсолютно случайно одного человека обидел но обидел сильно вообще случайно не хотел я потом смотрю это я даже не мог понять как я его обидел ну очень много как-то я что-то там обещал сделать не сделал это очень сильно человека подвело и потом я вижу рожа жена уже прям заканчивается вот прям остается час до конца и я вижу этот человек случайно мы так пересеклись а он общественно так на меня смотрел не разговаривал я говорю слушай это я я сейчас догадался чтобы так получилось что я случайно ну там что-то не сделал то что обещал сделать в общем я говорю извини ну то есть это я так ему объяснил извинился это чья говорит ну хорошо что мы поговорили все я тебя прощаю был и у нас у двоих такое облегчение то есть если бы этого не произошло могло бы как быть у него есть на меня обида я не сделал ничего плохого но получилось плохо есть на мне значит сложность какая-то до нем из-за того что он меня не простил тоже есть какие-то обиды ну которые на нем висят и вот каждый человек он с другим зацеплен немного да и тут получается что об я его прощу извини меня он меня прощает мне лучше ему в этот момент прощается сразу с него прям мешок падает каких-то вещей которые которые он сделал потому что написано что та мера которой человек меряет меряют ему да и значит вот но я почувствовал что очень удачно закончился хороша жена да для меня теперь у нас у всех есть еще сейчас 10 дней когда то вот бог еще здесь присутствует и его как бы присутствие но очень такое явно и она закончится через 10 дней ем кипуром это когда когда ну как бы закончится этот цикл цикла ну назовем это суда да цикл но это больше не суд это сотворение сотворение нового года то есть каждый чек сейчас он как бы творит новый год и себя в нем чем творит своими мыслями и сейчас самое время есть там какие-то книжки радикальное прощение вот сейчас самое время было бы ее прочитать может быть да я не читал но говорят что очень хорошая книжка радикальное прощение как всех простить там как вообще избавиться от каких-то грузов психологических все в общем это было такое предисловие предисловие и тоже это мне было в рост на ну как хедуш такой инсайд что йосеф йосеф он простил своих братьев и братья его продали в египетам ну то есть было очень плохо не ему сделали додать простил как он их простил он сказал что это не вы это сделали это бог это сделал а на бога им нет смысла обижаться я знаю точно что бог хочет мне только хорошее и это тоже было такого у него ну поступок поступок когда ты 12 лет отсидел в тюрьме после этого утверждать что бог тебе хочет только хорошее это нужно иметь очень большую веру в бога да и бог ему за это бак поднимает его из самой ямы на самую вершину мира да он становится премьер-министром египте он прощает своих братьев его сыновья никогда не ссорятся между собой у него самые самые такие получили сыновья вообще царики и то есть все идет мера за меру как ты делаешь также делают тебе с неба понятно да все значит мы сегодня заканчиваем все же собрались я держит яков шатадин здесь и мы сейчас собрались 30 у нас сейчас 30 отрывок а вот 29 давайте напомню чтобы соединить тот урок с этим 29 было написано что далек бог от злодеев а и молитву цадика он услышит то есть это как раз об этом если ты цадик то все что ты просишь одно тебе будет потому что делая волю бога как ты делаешь свою волю и он сделает твою волю как его как ты делаешь свою волю как ты выполняешь свои желания чтобы он сделал твою волю как его это очень такое интересное перте вот высказывание и 2 там часть ботель рецен хо мипны рецен о убери свою волю свое желание перед его желанием здесь он сказал что что-то нельзя бог сказал запрещающие заповеди а ты хочешь что ты должен убрать свое хочу перед его запретом где шуи в отеля рационах и рим мипны рецен хо чтобы он убрал желание других людей перед который идет против тебя то есть такой человек который сумел полностью под подчинить себя воле бога и в паве и в позитиве то есть он делает тоже бог сказал делать и в он не делает то что бог запретил делать что он выигрывает когда он что-то просит он молится он садик бог выполняет его волю как свою а если кто-то против него что-то задумывает плохого бог рушит и замысла этих людей понятно теперь 30 отрывок 30 отрывок вор и найм и сама хлев значит свет свет глаз радует сердца уж матова ты даже и цем и хороший слух услышанное она обогащает наполняет кости значит здесь о чем идет речь что значит свет глаз веселит сердце ну во первых мы вспоминаем что сердце это подсознание сердце это весь набор впечатлений мыслей знаний который впечатан внутри в подсознании человека это называется сердце и там постоянно идет движение внутри миллионы обрабатывается там бит информации они между собой что-то там происходит и все это происходит как обработка внешних сигналов то есть заходят сигналы изнутри идет реакция теперь маор маор свет глаз то есть как как все происходит в свет заходит в глаза бьет по палочкам колбочкам там образуется электрохимический импульс он идет вот так из этого глаза туда назад из этого глаза туда назад здесь формируется какая-то они соединяются в одну общую картину причем эта картина она не эта картина шалом да эта картина она не то что на самом деле там а это то что ты создал себе дополнив те сигналы которые пришли извне дополнив их своим прошлым то что у тебя уже было отпечатано и дополнив им их например своим сегодняшним состоянием эмоциональным потому что когда человек находится в одном эмоциональном состоянии у него там например все в розовом свете а когда он другом эмоциональном состоянии у него все в черном свете он может восприняв одни и те же сигналы кто-то над человеком пошутил он сказал ему шутку и он такой если ему хорошо внутри он посмеялся а если ему плохо он обиделся то есть хотя сигнал входящий был один и тот же теперь маор и даем и сама хлеб то есть здесь берется позитивная сторона что вот этот цвет входящие в глаза он радует сердце то есть он сразу впечатывается в сердце и то что человек видит и то есть такое выражение глаза видят сердце хочет руки но не делают то есть это сигнал визуальный он входит сразу в сердце и он больше управляет у меня есть прямо демонстрация такая на одном из тренингов я людям показываю что что невербальные каналы передачи информации то есть то что не связаны со словами намного мощнее чем вербальные у меня есть такая демонстрация которая прямо показывает это люди в шоке насколько когда есть сигнал визуальный есть сигнал аудиальные слова и когда они не совпадают человек реагирует только на визуальный сигнал то есть аудиальный сигнал намного слабее оказывает влияние на мышление чем визуальные теперь понятно да то есть то что человек видит впечатывается ему в мозг поэтому нам говорится мы два раза в день говорим себе в молитве шмай сраэль прям это как декларация такая самое важное что есть для еврея это шмай сраэль там это как как конституция такая да и два раза в день это обязательно нужно сказать утром и вечером напомнить себе что бог един что он один значит пробудить себя шмай сраэль услышать израиль да и дальше идет возлюби господа бога твоего всем сердцем твоим всем всем всей душой твоей всеми силами твоими там идет целое перечисление и там есть слова такие и не будете блуждать влекомый сердцем и глазами которые совращают вас то есть сердце и глаза они человека ведут совращают именно ведут плохую сторону теперь а дальше написано шматова хороший звук хорошие то что человек слышит что такое он слышит речь идет идет речь вот я сейчас рассказываю это речь тоже бьет она там только не по палочкам колбочкам по ворсиночкам таких местом ворсиночки в ушах и эти ворсиночки они шевелятся и они каким-то образом передают тоже переходит ударная волна переходит в электрическую волну это электрическая волна идет там внутри мозга но там процесс сложнее намного там процесс что вот эти слова они должны наполнится смыслом то есть чем должен эти звуки перевести в не в картинке а в понятные какие-то для себя символы сопоставить их то есть это процесс намного медленнее картинка она сразу бах печаталась мозг и все звук он проходит более сложный путь надо осознать надо понять надо сопоставить надо эту эти слова каким-то образом ну объяснить себе тоже до включить в свое мышление то есть это намного сложнее это влияние более низкого уровня но идет не на сердце она идет здесь написано что уточняет кость она идет на ну то есть это более медленное воздействие более низкого уровня понятно это как бы первое объяснение этого отрывка что визуальный ряд он важнее чем аудиальный ряд и второе объяснение что что хорошее добро когда человек как мы учили в псалмах что кто человек который жаждет жизни который любит все время видит только добро и остановить нужно свой язык от зла и и так далее то есть когда человек он прямо настроен у него есть намерение на позитивное мышление он ищет позитивные образы красивые образы природа святые люди написано что надо смотреть на святых людей и запрещено смотреть на злодеев потому что когда смотришь на злодея прям через него можно очень сильно повредить свою душу да то есть ты смотришь только позитивные образы ты слушаешь позитивные разные речи да это это и веселит сердце и она дает здоровье человеку понятно да да миш привет вот здесь чтобы внизу в марашек теперь значит следующий отрывок то есть два смысла у нас есть первое что визуальный ряд важнее чем аудиальный ряд второе что позитивное мышление она дает здоровье и телу и и мышление и душе 31 отрывок озен шума тоха хат хаим бекеров ха хамим талин значит ухо это идет продолжение поэтому ухо должно слышать увещевание жизни и среди мудрецов прибывает значит здесь нам сразу дается когда нам объяснили что как это все работает идет прямо совет да царь соломон от бога он нам дает совет он говорит нам так ухо твое должно слушать увещевание жизни что такое увещевание жизни это тора тора это увещевание то есть вся вот например мы сейчас книгу дворим изучаем последняя книга из пяти книг торы там вот машер обеду перед смертью он дает увещевание он объясняет говорит послушайте как все работает вы и он все время говорит выбери жизнь выбери жизнь выбери жизнь но он говорит но если ты не пойдешь по словам бога будет плохо плохо поэтому выбери жизнь выбери жизнь то есть это идет увещевание жизни как на каждой пачке сигарет написано не кури там курение убивают это увещевание жизни и значит уха что из пяти книг из пяти до из пяти значит ухо будет слышать увещевание жизни то есть это нам идет совет что что надо слушать именно вот тору мишли экклезиас это все книги увещевание перки а вот получение отцов и так далее то есть человека ему постоянно нужны правильные наставления иначе он внутреннее животное оно ведет так запрограммировано но ведет все время в сторону от от жизни от бога то есть внутреннее животное она ведет человека все время в сторону смерти до в землю а тот кто слышит увещевание жизни ему отлично а как сделать себе хорошие картинки быкеров кахамим талин в среде в среде мудрецов живи что имеется ввиду написано в талмуде что шимуша шельтура и тергулами лимуда шельтура то есть когда ты шимуш когда ты находишься рядом и с мудрецами торы да это больше чем учить тору я на меня самое большое впечатление почему такой религиозный да потому что я увидел своими глазами великих праведников равыц как зильвер зихра но цедих левраха он был великий праведник который просто ну невероятный до праведник которые вообще даже а вот если у портрет куда сейчас это перенесет его портрет здесь кстати вот где мы находимся в мураша здесь есть портреты разных праведников да вот смотрите они на стенах висят да вот один второй это как раз в среде праведников будешь проживать вот это он все время находится в среде праведников он видит на стенах везде у него висят это рава ваде сэм был такой это не помню кто это да вот смотрите у кого я учился да вот ровность как зильвер видите вот такой вот он был прямо веселый счастливые с огромными такими глазами как ребенок он выглядел свои там 80 90 лет 87 лет он умер до 80 лет 7 лет он умер но у тебя у него учился пять лет вот с 80 там 2 до 87 да и он был серебря такого прям как удивленный ребенок веселый радостный при этом он знал всю тору был там физик математик астроном слесарь шестого разряда в тюрьме отсидел ну то есть он был бери нереальный человек со всех точек зрения да и значит когда ты находишься среди вот таких мудрецов и ты их видишь это оказывает на тебя намного больше воздействия чем когда ты читаешь о том как это все было и там мне повезло вот я поэтому я не могу быть нерелигиозный тот увидел как знаете есть говорят что ну был там еще один из учителей равыцкака это был рабе строиль салантер он учился у него у его учеников это был такой великий человек несколько сот лет назад и когда один и его увидел до первый раз он говорит вы знаете говорит если бы дарвин хоть раз увидел ли такое лицо такого человека ему в голову не пришло что человек произошел от обезьяны то есть у него даже не было бы никаких даже на этот счет предположений да просто он не видел людей людей к на которых божественная вот божественная вот это вот духовное сияние в них и когда ты видишь этих людей которые прямо они сияют да сквозь них как бы бог здесь находится в этом мире это ну удивительно в общем нам сказал слома мелок царь слома нам посоветовал что мы должны искать слышать увещевания и находиться в среде вот этих вот мудрецов надо их искать рабе атива один из самых великих мудрецов еврейского народа он про него рассказывается что когда он пришел учиться к мудрецам к рабе и ушу а которые были самые великие мудрецы его поколения так он их просто преследовал он прямо иногда там то он в кровь спрячется под кроватью посмотреть как они там ночью себя ведут то он в туалете там где-то за это то есть он вообще просто он хотел полностью понять что значит быть святым что значит быть человеком но одно дело когда тебе рассказывают другое дело когда ты это увидел да понятная идея все двигаемся дальше 30 мы приближаемся к нам два отрывочка осталось тридцать второй отрывок тридцать второй отрывок поре мусар муэс навшо шуме токахат коне лев значит опять же мы продолжаем двигаться по той же линии тот кто отбрал есть мусар мусар это увещевание только уже через страх наказания или через само наказание то есть то ха ха это увещевание интеллектуальное так не делай так делай так не делай так делай да то есть например на почти сигареты и раньше писали курение вредит вашему здоровью это увещевание через интеллект то есть доказано курение вредит вашему здоровью потом что такое мусор мусор это увечевания через страх это когда показывают картинку легкие больного раком дам ну то есть показывает страшные картинки то есть уже не просто интеллектуально тебе сказали что курением вредит а тебе показали это и сказали что ты умрешь ну посмотри на это это страшно теперь и последняя стадия мусор амусар это когда уже больно когда бьют и когда курильщиков начнут когда он приходит за сигаретами, их прям бьют плеткой вначале, а потом дают сигареты. Это будет уже мусор через боль. Значит, человек, когда он движется по жизни, у него есть все эти три стадии. Вначале его предупреждают папа-мама, что там это делать нельзя. Потом он делает это, и ему, например, может быть, ну там, больновато, да, он первый раз наступил на грабли. Но если он второй раз, третий раз наступает на грабли, то его уже может сломать эти грабли с какого-то раза. Теперь здесь написано так, что поре мусар муэс навшо. Тот, кто отмахивается от уже болевого мусара, то он этим самым, он презирает свою душу. То есть он убивает себя сам, и кровь будет на нем, и он, вот этот вот человек, который отказывается от увещевания, когда уже больно, все, он теряет и эту жизнь, и вечную жизнь. То есть это называется поре мусар, отбрасывающий мусар. Он презирает, ненавидит свою жизнь, свою душу. Тот, кто слышит интеллектуально увещевание интеллектуальное, тот, кто готов услышать, и он задумывается, то что он, конэлев, он приобретает свое сердце. То есть он, когда он начинает слушать и понимать, как все работает, он начинает управлять собой. То есть не его сердце, не его эмоции, не его инстинкты управляют им, а инстинкты, эмоции, они очень хаотичны, потому что они реагируют на внешние все время стимулы. Но тут еще есть одна страшная вещь, что как управлять эмоциями человеком, это же очень легко научиться. То есть есть специальные книги на это, маркетологи, психологи, они просто, сейчас есть нейромаркетинг, да, которые просто, они манипулируют, они конкретно изучают, как работает вот это вот внутреннее животное человека, для того, чтобы полностью его сделать программируемым роботом, таким потребителем, да. Ну потому что все эти науки, они развиваются для, за деньги производителей, которым нужно продавать больше, и почему им так нужно продавать больше, мне непонятно, но все хотят продавать больше. И поэтому тот человек, который идет на поводу своих эмоций и инстинктов, он даже, он может сказать, я живу, как я хочу, но это ложь, он не живет, как он хочет, он живет, как им управляют. А тот, кто слышит то ха-ха, тот, кто начинает слушать интеллектуальные увещевания, он может приобрести свое сердце, то есть он свое сердце ставит в ограду, и он становится рациональным человеком, который может рационально, у него появляется свобода выбора. То, что Стивен Ковик говорил про активный человек, у него всегда между внешним стимулом и реакцией есть рациональная свобода выбора, обдумывание, что для меня правильно, и куда это меня ведет, и насколько это соответствует моим целям, и так далее. И когда человек уже рационально начинает думать, то его уже животное им не управляет. Понятно, да? Теперь и последний, последний у нас сейчас заключительный 33 отрывок в 15 главе, Ират Ашем Мусар Хахма, Вэлифней Кавод Анова. Значит, здесь нам еще раз прям подводит царь Соломон итог, итог вот этой темы, которую мы изучали. И он говорит, есть, значит, божественная мудрость, то есть цель вообще сотворения мира и нахождения здесь человека, это божественная мудрость, то есть Бог придумал некую систему, и он эту божественную мудрость назвал Тора, передал людям, и человек, который соблюдает эту Тору, он в этот момент через Тору соединяется с Богом и выполняется цель творения, да, то есть так по-простому. Но вот эта Тора, она, это интеллектуальная, духовная составляющая, которая вообще, в принципе, очень даже странно, что она может на такую обезьяну вообще залезть. Потому что человек по телу своему, и по своему поведению, и по своему, ну, как бы, нижнему плану, он чистое животное, то есть конкретное животное. И тут вот это вот животное такое, да, которое все время там жрет, размножается, все время боится чего-то там, коммуницирует, то есть посмотреть, вот как шимпанзе живут в стаями, и как люди живут, да, все те же законы действуют в людских стаях, которые действуют в стаях шимпанзе. Все то же самое, они там, только у шимпанзе это чуть проще, но они воюют с друг другом, они воюют за самок, за территорию, они обижаются там, ну, то есть все то же самое. И тут есть какая-то Тора вообще, Бог вообще, какие-то вещи там, ну, высокие такие, да, как оно все держится, оно очень странно, как оно все держится, и для того, чтобы оно держалось, человеку нужно подняться на более высокий уровень, да, и поставить свою обезьяну, свое животное поставить под свой контроль. Для этого есть мусар. Мусар это система управления через страх, потому что главный инстинкт это страх, и если я хочу победить вот этот вот животный страх, я должен его победить каким-то другим страхом, потому что, как бы, то, ну, то есть должно быть равноценное оружие. Поэтому здесь написано, ирата шимпанзе, страх перед Богом, страх перед Богом, он что? Мусар хохма, это тот мусар, который держит эту хохму, держит эту мудрость. То есть это штифт такой, на который она держится, потому что иначе она слетает, она прям, джжж, и слетает, как, и человек опять становится животным. Теперь, лифней, кавод, анова. Дальше нам дается и второе, что самое главное в отношениях между людьми. В отношениях между людьми важно, насколько человек уважает другого человека. И для того, чтобы уважать, есть в пертевод написано, кто уважаемый, уважающий других. То есть по-настоящему. Теперь откуда берется уважение к другим людям, возможность услышать какое-то увещевание, возможность слышать вообще, да? Оно берется от ановы. Анова – это скромность. То есть для того, чтобы кого-то уважать, и чтобы тебя уважали, получается, да? Нужно быть скромным. То есть нужно самому именно... Это очень глубокая тема, сейчас мы не будем глубоко входить. У каждого из нас есть эго, да? Эго – это представление о себе, как о центре мира. И в реальности человек, его как бы мышление, оно есть для него весь мир. То есть каждый человек, он по факту является центром мира, своего мира, да? То есть каждый из нас живет в придуманном, виртуальном мире, в котором центром, создателем, главным персонажем, хозяином, режиссером и так далее является каждый человек. То есть каждый сейчас разворачивает мир, потом засыпает, мир сворачивается. Потом просыпается, мир разворачивается, потом засыпает, мир сворачивается. И дальше... Но вот этот вот мир, в котором живет человек, он виртуальный. И я, мои планы, мои принципы – это тоже все виртуальная реальность, которую человек разворачивает и держит. И когда человек считает себя самым важным, он как бы закрывает и для Бога, и для других людей вход в эту реальность, да? Он ее цементирует. Но по факту-то это виртуальная реальность. И человек, который это осознает, он в этот момент становится она, скромный. Он понимает, что, ну да, я это все придумал, но это же все придуманное. А как живут другие люди? А что они придумывают? А как вот что, Бог есть? Ну, в принципе, да, он же, скорее всего, есть. Потому что, как, что это, я, что ли, сделал этот мир? Не я сделал. Я, что ли, придумал те правила, по которым я живу? Не я придумал. То есть, это я, я их удерживаю, вот это я. Но это ли я, может, это не я вообще. Может быть, вот это то, что я называю я, это такая тоже виртуальная придуманная штука, которая пытается удержаться, да, и придумывает себе какие-то правила, планы, воспоминания, чтобы просто, ну, осознавать себя, да. Но по факту-то это же все придуманное. И вот человек, когда становится анаф, анаф это скромный. То есть, он скромный, он как бы понимает истинную цену, что человек песчинка в мироздании. В этот момент к нему может прийти кавод. Что такое кавод? Почет, почет. И вот здесь я сейчас понял, что, может быть, это не тот почет даже, который мы привыкли называть почетом. Пертьявод, последняя мишна, она говорит, что все, что сотворил Бог в этом мире, все, что сотворил Бог в этом мире, он сотворил для проявления своего почета. То есть, слава Всевышнего, то, что говорят, аллилуйя, да, аллилуйя, прославим Бога. То есть, Бог как бы сделал, он, ну, все это он. То есть, мы все здесь в гостях. В гостях у кого? У Бога. Он нам дал интересную жизнь, там, игру какую-то, возможности осознавать себя, потом тело умирает, дальше еще есть что-то. Но мы все здесь в гости у Бога, поэтому мы должны что сделать? Прославлять Бога. И как только у тебя появляется вот эта анава, скромность, она тебе дает возможность увидеть настоящий мир, познать настоящий мир, познать Бога, увидеть других людей, начать их уважать. Хотя, ну, по большому счету, если так вдуматься, что если все виртуальная реальность, так и люди вокруг виртуальной реальность, да, зачем тогда их уважать? То есть, если я осознаю, что я виртуальная реальность, и люди виртуальной реальность, почему в них надо уважать? Потому что Бог сказал уважать. Все, друзья. Поэтому Бог нам сказать уважать друг друга и даже любить. Вы автор, Лереха, Камоха, вас люби ближнего, как себя. Я вам желаю, сейчас 10 дней раскаяния, я вам желаю, во-первых, я извиняюсь, если кого обидел, во-вторых, я вам желаю здоровья, счастья, успеха, гармонии, внутренней гармонии, чтобы было внутри, как свет вас радовал, да, чтобы вас все радовало, чтобы внутри была радость. Вот главное пожелание, чтобы у вас внутри было постоянное ощущение радости. Радости, счастья, гармонии и осознание, что все вокруг игра, которая закончится, а есть Бог, который сделал всю эту игру, дал нам большие возможности и просто сказал, чтобы мы все радовались. Все, удачи, успехов и до завтра. Пока.